Добрый день! Сегодня мы рассмотрим очень интересную, хоть и не оригинальную, головоломку. Компания Chimafang представила нашему вниманию Super EV Cube. Коробочка обычная, ничего здесь нового, изображена головоломка. Код товара MFG2052. Открываем. Компактно, ничего лишнего. Внутри инструкция, сразу на нее посмотрим. И здесь мы видим Super EV Cube Tutorial. По-английски, по-китайски. Пользоваться мы, конечно, не будем. Я смотрел на YouTube-канале производителя, обучающего видео по этой головоломке, и мне этот метод совершенно не понравился, показался неэффективным и не очень понятным. Название Super EV Cube. Есть EV Cube, а это Super. То есть, примерно то же, но лучше. Отличие как 3х3, 4х4, примерно такое ожидается. Ну или просто какие-то дополнительные действия. На самом деле, от EV в этой головоломке только сборка центров, ну и похожесть внешнего вида. В остальном же сборка отличается кардинально. Производитель демонстрирует патент на эту головоломку. Название Super EV Cube. Но любители головоломок должны помнить вот такой кубик, который уже чем-то похож. Называется он Rex Cube. И механически это одна и та же головоломка. Rex Cube производит компания Lan Lan. И это одна из тех головоломок, на которые я всегда советую обратить внимание. Есть классы коптеры, вращение ребер. Есть класс угловращательных головоломок. То есть, вращаются углы. Туда входят Dino Cube, Ready Cube и более сложные Rex Cube, Master Cube, Multi Cube, Elite Cube, Professor Cube и прочие. И Rex Cube это первая головоломка, где есть механика перестановки лепестков. У меня есть подробное обучающее видео именно по этой головоломке. Я собирал ее на скорость и время мое было 2 с чем-то минуты. И Rex Cube можно собирать быстрее. Есть люди, которые это делают. Если хорошо настроить, смазать, притереть, модифицировать Rex Cube, то на нем можно делать сборки быстрее, чем за минуту. У меня этого не получилось. При моей технике вращения начинали вылетать элементы. Но, возможно, я не так сильно старался. И я все ждал, когда же. Когда же современный производитель сделает аналог, который будет вращаться лучше. И тут Super EV Cube. Та же самая головоломка. Но у нее комфортное вращение, фиксация и отсутствуют стикеры, вместо которых пластинки. Практичность, удобство и выглядит симпатично. Основные отличия Rex Cube и Super EV Cube. Как я уже сказал, у Rex Cube нет фиксации. Супер EV имеет внутри подшипники и повороты четко фиксируются. Размер примерно одинаковый, равен стандартной трешке. Ну, плюс-минус. Как на Corner Master Morphix, шестеренчатых кубах, здесь цветные пластинки на черной основе. Очень удачное решение. Мне нравится. Выглядит симпатично и практично. Если сравнивать визуально эти две головоломки, то мы видим, что крупные ребра стали значительно меньше, центры увеличились, а лепестки стали более массивными. То, что центры и лепестки стали значительно крупнее, мне никак не помешало. Но более мелкие ребра сначала вызывали некое неудобство. Но спустя несколько сборок привыкаешь, и это неудобство не так заметно. Я сделал всего лишь одну сборку на время. Это была одна из первых сборок из Super EV Cube. И то время было лишь чуть хуже, чем моя лучшая попытка на Rex. Причем параллельно я разговаривал с сыном, сильно ошибался и можно собирать гораздо лучше, применяя ту же технику. А значит, потенциал у этой головоломки есть. Я бы очень хотел, чтобы Rex Cube в любой своей интерпретации, пусть Super EV Cube или оригинал от OneOne, был среди тех головоломок, которые собираются на чемпионатах по спидкубингу. И теперь с моделью от ЧИИ, я думаю, такую мысль можно уже рассматривать. Здесь не требуется, ну на первый взгляд, какие-то особые доработки, модификация. Я смазал немного морол, но какого-то разительного эффекта здесь не получилось. Возможно, с завода смазка тоже была. Я особо не всматривался. Собирать комфорта, приятно. Если вам нравился Rex Cube, но вы хотели чего-то получше, то Super EV это то, что нужно. Причем мой Rex Cube я собирал очень много раз, и он вращается достойно. Если сравнивать с тем, что приходит сначала из магазина, то есть первое вращение из коробки, они, конечно, значительно хуже. Это уже притертый, приработанный кубик. Super EV сразу хорош и сразу превосходит. Стоит отметить, что название Super EV, конечно, сделано из соображений маркетинга, так как EV Cube – головоломка популярная, и привлечь знакомым словом гораздо проще. Но, как я уже сказал, сборка этой головоломки значительно сложнее, чем EV. Кстати, по поводу подшипников, которые здесь есть. Я уже видел анонс EV Cube, в котором тоже есть подшипники. Правда, не встречал в продаже. Отсутствие фиксации на EV не очень хорошо. Вот есть модель от Sengso. Здесь такая фиксация присутствует. Я даже больше предпочитал именно такую модель. Здесь и выемки есть, и фиксация. Она чуть поменьше. Ну, и если есть от ЧАИ с подшипниками, надо тоже, наверное, попробовать. Ну, а теперь давайте, наверное, все вот это в сторонку отложим и перемешаем наш Super EV Cube. Вращаются углы. Все хорошо. Кстати, я Rex собираю в основном на весу. Очевидно, что если собирать его на столе, то получится быстрее. Я пробовал, и у меня начинали вылетать элементы. И мне кажется, что Super EV – это та модель, на которой стоило бы попробовать чаще собирать на столе. То, что здесь это, мне кажется, будет удобнее. Нужно привыкать, поэтому в основном сейчас, наверное, собирать будем на весу. Уж как пойдет. Super EV Cube, как и Rex Cube, имеет три типа элементов. Ребра, центры и лепестки, которые, по сути, тоже центры, но называем их Rex-центры, или чаще лепестки. Ребра мы собираем, как у Дина Кубика. Центры, как у Иви. Ну, а лепестки – это новая механика. Такой в этих головоломках не было. Кстати, для сборки центров можно что-то использовать из кьюба. На Rex это было не очень удобно, а на Super EV в самый раз. Собираем сначала Дина и Тап. Красный, зеленый. Здесь важно помнить последовательность цветов. Уголков нет, по которым можно ориентироваться. И физически головоломка позволяет собрать цвета не в том порядке. Но потом в конце будут нерешаемые ситуации, и придется все равно пересобирать. Если тот же Дина, можно собрать, например, красный и оранжевый места им поменять, и ничего не случится, головоломка все равно будет собрано, то на Rex или Super EV такое невозможно. Ну, насколько мне известно. Я несколько раз пробовал. Собираем Дина и Тап. Красный, зеленый, оранжевый, синий. Ссылка на подробный туториал по такой же головоломке под названием RexCube будет в описании для тех, кому интересно. Хотя, мне кажется, есть смысл открутить побольше сборок на Super EV и записать новый туториал, так как форма серьезно отличается, и заодно здесь можно какие-нибудь скоростные фишки добавить. Ну, посмотрим, как пойдет. Собираем дальше. Оранжево-синий, зелено-оранжевый, зелено-красный, синий-красный, ну и верхний слой. Собираем пиф-пафом. Это как Дина или как Рэдди, собираем рёбра. Дальше, Дина этап у нас завершен. Собираем центры, как на иве. Красный на месте. Здесь я предпочитаю находить, в первую очередь, центры с лепестками, чтобы вместе с ними переставлять их на свою грань. Вот белая грань здесь. Если мы вот так вот загоним, то центр с лепестком сохранится. Ну, много разных фишек есть. Пиф-пафами расставляем. В любом случае, три центра на месте. И вот эти три тоже, как на иве. Всё. А дальше идёт механика сборки лепестков. Здесь требуется алгоритм под названием флип. Причём этот флип не такой, как в 4х4, но смысл тот же. Что-то подвести, развернуть, не вернуть обратно. Флип меняет местами два вот этих лепестка, ну, ещё два вот этих. Поэтому, используя какие-то сетап мовы, можно всё собрать. Ну, к примеру, здесь вот есть два красных лепестка, и место красного здесь. Если мы вот этот лепесток поставим вот сюда, то можем обменять вот эти два, и красный встанет на нужное место между красными ребрами. Ну, жёлтый куда-то там переместится. То есть, что мы делаем? Делаем сетап мов, выполняем флип, который состоит из двух пиф-пафов. Один пиф-паф, такой вот перехват, и другой пиф-паф. И стоит отменить сетап мов. И вот у нас красный элемент встал на своё место. Подобным принципом собираются все лепестки. Подробно останавливаться не буду, покажу пример. Ну, что мы здесь видим? Вот эти два можно поменять, красный и оранжевый. Делаем флип. Отменяем. Что ещё? Ну, к примеру, вот этот зелёный с жёлтым. Флип. Отменяем. Я отменяю с другой стороны, не перехватываю больше кубик. Но, это уже кому как больше нравится. Мне кажется, так быстрее. Синий и зелёным поменяем. Вот здесь остался ещё один лепесточек. Даже из такого положения можно сделать два сетапмова. и всё это поменять. В ролике обучающем от ЧИИ использовались какие-то хитрые трициклы. С ними, мне кажется, всё сложнее и для понимания, и для выполнения. И скорости, мне кажется, там тоже особо не добьёшься. выгодно менять два элемента, чтобы сразу оба вставали на свои места. Таким нужно давать предпочтение. Вот жёлтый и синий, если поменять, то оба на свои места встанут. Вот так, головку за 2-3 минуты думаю, легко можно собирать. Так, смотрим ещё, что-то попроще. Оранжевый поставим. Так, дальше. Белый, синий удобно стоят. Вот красный и жёлтый можно поменять. Так, красный далеко. Вот опять жёлтый и синий. То есть один и тот же алгоритм, но для сборки всех лепестков. Красный, красный. Ну, удобного не осталось. Будем делать неудобное. Давайте вот эти противоположные поменяем. Так и так. собралась красная грань. берём оранжевую. Так, что у нас есть? Так, белые. вот этот жёлтый и синий. Несмотря на то, что он стоит далеко, через два сетап можно и их собрать. Так, и что осталось? Вот эти два. Так, ну и плохая ситуация. два противоположных опять делаем сетап мув. Раз и второй и флип. Отличная головоломка. Да, не оригинальная. Несмотря на то, что есть патент, это естественно RexCube по своему функционалу. Но это не делает головоломка плохой. Не знаю, приживётся ли название, по мне RexCube как-то внушительнее и приятнее. Я так пока крутил, уже начал какие-то более-менее интересные фишки просчитывать. Флип на самом деле разворачивает не только два вот этих лепестка, но ещё два вот этих. И на Rex было не очень удобно просчитывать обе стороны, делать сетап мувы и их потом отменять. Так как было легко запутаться и я обычно не применяю подобную возможность. Здесь же как-то мне показалось поудобнее. Покручу, потестирую, возможно, это поможет собирать головоломку быстрее. В любом случае, если вы хотите интересную головоломку с новой механикой, при условии, что вы Rex Cub раньше не видели, то это то самое. Но не рассчитывайте, что это будет чуть дольше собираться, чем простой EV Cub, который собирается за секунды, а это всё-таки минуты. Этап сборки лепестков дольше, чем сборка центров и сборка ребер. Тот же Dino Cub от того же производителя, кстати, собирается в разы быстрее, чем Super EV. Ну, этап здесь полностью включен. Вот эти большие ребра, они стали потоньше, добавились остальные элементы. Если дело так и дальше пойдет, то возможно компания Чи додумается прикрутить сюда уголки и получится Masters Cube. Для этого придется придумать какое-то новое название. Так-то уголки здесь уже есть. Остается сделать покороче эти элементы и дать цвета этому внутреннему угловому элементу. И получится уже Masters Cube, который получит еще один этап сборки, а именно сборка углов и ориентация. Причем Masters Cube интересен тем, что следить за углами нужно на сборке ребер первой стороны. А также есть подробное обучающее видео по этому делу, но я его еще не публиковал. Но когда-нибудь его время придет. А так очень рекомендую Super EV Club и тем, у кого есть Rex Club, тем, кто не слышал такой головоломки никогда очень хороша, не так сложна, как кажется, крутить приятно, получается быстро, стоит не особо дорого, пластинки, никаких тут наклеек, который будет обдираться и визуально смотрится очень хорошо. Тот же DinoCube полностью из цветного пластика смотрится не так. Все таки вот эта черная основа дает свое, визуально головоломка прекрасно смотрится. рекомендую. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.